Всем привет! Я недолго был счастливым обладателем планшета Chuwi Hi 9 Pro, так как решил его сменить на Chuwi Hi 9 Plus. А все потому, что диагональ экрана в 10,8 дюйма мне показалась более привлекательной для просмотра медиа-контента и игр. Знакомство с любым китайским устройством практически всегда начинается именно с распаковки. Упаковано все было отлично, так же как и Pro-версия. Значит, планшет был запечатан в такой воздушный пакет, внутри была коробка, но тут, значит, производитель немножко улучшил упаковку и сделал такой своеобразный сэндвич из спененного полиэтилена. То есть, внутри в упаковке, в картонной, значит, находится еще и этот спененный полиэтилен, в котором, как в сэндвиче, грубо говоря, находится наш планшет. То есть, он реально защищен со всех сторон. Я думаю, что если бы даже пинали эту коробку ногами, скорее всего, возможно, такое происходило на почте, то ничего бы с планшетом не случилось. Ну и в итоге, да, с планшетом ничего не случилось. Хотя, честно вам скажу, я встречал на Алиэкспресс отзывы, где люди жаловались на то, что планшет приехал с разбитым экраном. Ну, никто от этого не застрахован. Планшет Chuwi Hi 9 Plus это достаточно интересное устройство, по крайней мере в соотношении цена-характеристики. За 190 долларов покупатель получает процессор Helio X27, который справляется с большинством планшетных задач. IPS-экран с 2К разрешением, 64 ГБ встроенной памяти, а также 4 ГБ оперативной. Планшет поддерживает 4G-сеть, и, к слову, с планшета можно даже звонить. В Chuwi Hi 9 Plus присутствует два слота для сим-карт, но один совмещенный, то есть вы можете использовать или вторую симку, или карту памяти. Также это устройство можно использовать и в качестве навигатора, так как тут присутствует поддержка GPS. Chuwi Hi 9 Plus имеет модули Bluetooth и Wi-Fi, а из приятного Wi-Fi поддерживает работу в 5 ГГц диапазоне. Работает это все на базе Android 8.0, и есть определенная вероятность, что данное устройство обновят до 9-й версии Android. Ну, по крайней мере, ходят такие слухи. Планшет имеет разъем Type-C, но спецификация тут USB 2.0. Это значит, что через этот разъем удобно подключать кабель, и можно использовать флешки или периферию через переходник OTG. А вот видео через этот порт уже не передать. Второй неприятный сюрприз. У планшета два динамика, но они моно. Если вы хотите стереозвук, то можно использовать либо разъем 3.5 мм для наушников, или подключить Bluetooth гарнитуру. Лично я тестировал планшет со стереогарнитурой от Lenovo, и в режиме просмотра видео проблем со звуком не было. Существует несколько вариантов комплектации планшета Chuwi Hi 9+, варианты со стилусом, клавиатурой, или же полные наборы. Планшет на руках у меня уже более месяца, и я могу сказать, если вы решили его покупать, то покупайте просто планшет, без клавиатуры и без стилуса. Значит, стилус. У меня его нет, но я пересмотрел массу информации по его работе, и если в двух словах, то сейчас он не очень. По сути, сила нажатия корректно не работает, и работа в целом слегка тормозит. Но самое главное, стилус это отдельное устройство, то есть в планшете нет слота для этой волшебной палочки. Если вы покупаете планшет не только для дома, то есть определенная вероятность, что стилус часто будет оставаться в одиночестве. Вы его просто будете забывать. То есть, если в смартфонах Samsung серии Note есть слот, и стилус всегда с вами, то тут даже нет какой-то петельки ни на планшете, ни на фирменном чехле-клавиатуре. Чехол-клавиатуру я также не советую покупать. Инженеры особо не заморочились, и в итоге покупатели получили сразу две проблемы. Первая кнопка, переключение языка из коробки не работает. Я протестировал несколько прошивок, и везде есть с этим проблемы. То есть, вы нажимаете на кнопку Language, в лучшем случае меняется язык на экраны клавиатуры, но физическая клавиатура продолжает печатать на предустановленном языке, который вы установите в системе. Но вы можете, например, установить программу Logitech Keyboard, либо какую-то другую, и уже с помощью комбинации клавиш переключать языки клавиатуры. Но, конечно, это тоже немного неудобно, потому что меняется стандартная клавиатура. А стандартная клавиатура тут от Google, и, в принципе, выглядит она достаточно неплохо, и отказываться от нее не хочется. Но существует второй, и, пожалуй, еще более серьезный минус. Это клавиатура не отключается и постоянно активно. Это мешает планшету уснуть, если он, допустим, в сумке. Если вы используете именно этот чехол клавиатуры в качестве чехла, и носите планшет с собой, планшет в режиме сна кидаете в рюкзак, либо портфель, то где-то что-то прижимается, и планшет просыпается. Клавиатура никак не хочет отключаться, то есть вам нужно либо физически отключить от планшета, но тогда уже не получится ее использовать в качестве чехла, это неудобно. То есть на клавиатуре нет никакого выключателя, чтобы можно было ее, так сказать, хардварно выключить на время, пока он находится в сумке или еще где-то. И, значит, случаются вот эти случайные нажатия, и это не круто. Для чего люди покупают планшеты? Читать, смотреть видео и играть в игры. Для всего этого нужен хороший экран, и экран тут действительно очень неплохой. Яркая IPS-матрица с высоким разрешением очень хорошо себя показывает как при просмотре фильмов, так и при чтении. Какого-то дискомфорта при работе с устройством нет вообще. Картинка тут сочная и яркая, а с углами обзора проблем не возникает. Искажения, если есть, то минимальные. Но и у такого отличного экрана есть недостатки. Сложилось впечатление, что экран слегка желтит, хотя через фирменную утилиту можно настроить цветопередачу так, как вам больше нравится. Видео я смотрел через планшет очень много. Во-первых, у меня есть домашний интернет-центр Kinetic, к которому подключен диск, и на него качаются фильмы и сериалы. На планшет я установил коди, и через этот видеоплеер потребляю, можно так сказать, медиаконтент. По квартире Wi-Fi достает отлично, и никаких нюансов вообще не возникало. И второй, достаточно частый сценарий использования, это IPTV. Да, я ставлю планшет рядом с ноутбуком и просто включаю свои любимые каналы, либо какие-то новости. Про игры подробно я говорить в этом видео не буду, я сделал отдельный видеоролик с демонстрацией работы популярных игр. Многим это не интересно, но кого интересуют игры, можете посмотреть второе видео с демонстрацией общей производительности. Но если коротко, то с учетом стоимости все достаточно неплохо. И к слову, производитель действительно работает над оптимизацией. Я устанавливал предрелизную версию прошивки, и там все было достаточно печально. Например, танки Блиц имели лог в 30 кадров, и частота FPS проседала до 23-24, а в этой прошивке уже около 45 кадров. Но также бывают все-таки незначительные проседания. Ну, конечно, это с HD текстурами и максимальными настройками графики. По бенчмаркам, на последней доступной прошивке Chuwi Hi 9 Plus показывает себя достаточно неплохо. Например, в Antutu планшет набирает 100 тысяч попугаев. Но по личному опыту ориентироваться на эти бенчмарки смысла нет, потому что на старой предрелизной прошивке устройство набирало столько же попугаев фактически. Но зато интерфейс тормозил очень сильно. Да и в играх производительность явно хромала. А теперь я хочу вам рассказать про лично свой опыт использования данного планшета, как мне сильно не повезло и почему обзор затянулся практически на месяц. Потому что девайс у меня уже был на руках где-то 15 декабря. Дело в том, что у меня была изначально проблема с этим планшетом. Если им пользоваться в обычном режиме, то все окей. Но если запускать на нем какие-то тяжелые игры, например, танки или PUBG Mobile, то получается такой интересный нюанс. Батарея разряжается где-то до середины, вполне нормально. А потом резко за буквально 10-15 минут с 50% до нуля и планшет вырубается. Ситуация интересна тем, что после того, как планшет выключится, вы его можете включить, еще целый час смотреть видео. Потом планшет снова вырубится, снова его включить и еще почти час смотреть видео. То есть еще 2 часа активного экрана планшет вытягивает. У меня сложилось такое ощущение, что просто, видимо, на уровне системы есть какая-то проблема. И планшет, прошивка, или как это можно сказать, некорректно видит емкость аккумулятора. Я долго общался с продавцами. Мне рекомендовали скинуть планшет к заводским настройкам, обновить его по воздуху. Потом еще раз скинуть к заводским настройкам. Мне это все не помогло. Но потом я нашел в группе официальной Facebook прошивку с root-правами. Я думаю, поставлю root, значит, все это дело сделаю, обнулю, скину файл, удалю battery stat. Есть такая штука интересная, иногда помогает решить проблему с батареей, но изредка. Думаю, вдруг поможет. Поставил я эту прошивку, удалил этот файл, все стало отлично. Но в рутованной прошивке, то есть день-два пользуюсь устройством, все супер, все хорошо. Но потом оказалось два интересных недостатка. Основной недостаток, ну или не основной, в общем, один недостаток заключался в том, что планшет не засыпал. То есть, если его оставить на ночь включенным, в режиме сна, то планшеты разряжаются где-то на 50-60% просто за ночь. Ничего не происходит, он дико садится. Второй момент тоже был достаточно серьезный. Для многих более, так сказать, серьезный это минус. Планшет определял сим-карту, но звонки нельзя было делать и мобильного интернета не было. Такое ощущение, что прошился вообще другой модем или типа того. Недостатки ужасные. Я думаю, ну все, надо возвращаться на предыдущую прошивку без рута. По идее, батарею мы сбросили. Можно как бы вернуться на предыдущие настройки. Зашел я на форум Чуви, скачал прошивку, установил. И оказалось, что это предрелизная версия, грубо говоря. Потому что она не обновлялась по воздуху. В ней присутствовало просто огромное количество багов. Это было ужасно. И я начал просто долго, нудно писать в саппорт и на форуме, и на сайте, и в группах Фейсбука, чтобы мне дали актуальную версию прошивки. Все это общение заняло 10 дней. В итоге я получил актуальную версию прошивки. Мне ее скинули. Я ее установил. И все. С планшетом наконец-то все нормально. Ну, за исключением тех нескольких системных проблем, о которых я уже говорил в видео. И возможно их пофиксят немного потом. И вот знаете, что интересно? Вот если смотреть на эту предрелизную версию прошивки и на ту версию прошивки, которая сейчас, то видно просто этот огромный путь, который прошли разработчики в плане оптимизации системы. Значит, на старой версии прошивки была проблема с Bluetooth, была проблема с Wi-Fi. Не работали нормально. Вообще, в принципе, не работали. Две камеры. Была проблема с сертификацией от Google. Значит, что там еще было? При нажатии на кнопку включения планшет включался где-то секунды через 3-4. То есть, планшет спит, вы нажимаете на Power. Он должен моментально просыпаться. Проходило 3-4 секунды. И он как бы тупил на этом серьезно. И была проблема с производительностью в играх. То есть, допустим, танки Blitz на максимальных настройках выдавали. Во-первых, имели обрезку до 30 кадров. Нельзя было установить 60 даже. В принципе, опции такой не было. И они дико тормозили. Ну как, было количество кадров где-то 25-26 секунды. А, значит, после обновления прошивки количество частота кадров увеличилось до 45 кадров в секунду. То есть, да, видно, что разработчики что-то сделали. Видна эта оптимизация. Видны какие-то улучшения. И, знаете, есть такой небольшой слух, что... Я об этом, по-моему, уже говорил чуть ранее в видео. Что прошивку, возможно, даже обновят до 9-го андроида. Но, насколько это реально, честно говоря, я бы в это не верил. Ну, скажем так, может быть, есть 10-ти процентная вероятность, потому что был пост на Фейсбуке. Но, насколько это реально, пока неизвестно. Остается только ждать. Потому что они обещали это сделать в третьем квартале 2019 года. Если говорить в целом, то планшет Chuwi Hi 9 Plus очень интересное устройство. Конечно, есть вероятность попасть на какой-то брак. К слову, с Chuwi Hi 9 Pro у меня тоже были некоторые проблемы, а конкретно с корпусом я это показывал. Но могу сказать, что лично мне просто дико не везет с китайскими устройствами. Но изучив общий фидбэк по всем этим девайсам, могу сказать, что такие минусы, недостатки, это достаточно большая редкость. Вы были на канале Regular Unboxing. Если вам понравилось видео, то не забывайте нажимать на колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые обязательно будут немного потом. Но это все будет немного потом. Ну а пока, всем пока.